Их главная задача сохранить легкие нашей планеты. В это воскресенье работники леса отметят свой профессиональный праздник. А сегодня лучших представителей отрасли чествовали в Чувашском драмтеатре. Это праздник тех людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства. Охрана леса от пожаров и незаконных вырубок, создание новых лесных насаждений, очистка массива от мусора. То немногое, чем приходится ежедневно заниматься работникам лесного хозяйства. Мы не допускаем разных возгораний по масштабам, когда мы по группам оцениваем ситуацию. Я подписываю и утверждаю тоже сводный план в борьбе с пожарами. И эти мероприятия выполняются прежде всего в бане. Более 60% всех средств отрасль получает из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас стоит задача максимально модернизировать производство специализированной лесопожарной техники и оборудования. У каждого из большой семьи тружеников лесного хозяйства, лесничих, лесорубов, охранников леса от пожаров, лесопромышленников, свои достижения, благодаря которым они привели свою отрасль к значимым победам. Владимир Константинов, обладатель почетного нагрудного знака, уже 40 лет восстанавливает и приумножает зеленое богатство. И даже в быстро меняющихся обстоятельствах работы лесного комплекса он остается верим профессии лесного сторожа и не жалеет сил на труд и любовь к родному лесу. Моя работа интересна тем, что труд лесника, он не заметен. Не заметен почему? Чтобы дерево срубить, ему надо расти минимум 80-100 лет. Это кропотливая работа, которая предоставляет мне большую и огромную радость. И я горжусь тем, что мой труд воплощает и радует всех жителей нашей республики. Леса Чувашии занимают более 600 тысяч гектаров, что составляет 32% от всей ее территории. Сегодня их сбережением и увеличением занимается около 4 тысяч человек. На территории республики действует 17 лесхозов. Однако стоит помнить, сохранение и заботливое использование леса – обязанность не только работников лесхозов, но и всех жителей нашей республики. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика.